В этом видео мы познакомимся с редактором Elementor. Итак, еще раз напомню, что Elementor у нас редактор активирован сейчас на страницах и в записях. Вот страницы и записи, да? То есть, когда вы переходите в раздел страницы и нажимаете добавить новую, то здесь вот вы увидите такую кнопку редактировать в Elementor. То есть, любую страницу теперь, когда вы создаете или редактируете существующую страницу, у вас будет возможность ее редактировать в Elementor. Давайте еще раз перейдем здесь в страницы. И у нас здесь есть страница, например, главная. Нажимаем изменить. И у нас здесь снова появляется такая кнопка Elementor. Давайте вот здесь прямо на главной сейчас нажмем редактировать в Elementor. Дальше нажмите на букву Е по центру. И начнется загрузка редактора Elementor. Вот так вот он выглядит. С левой стороны у нас инструменты. По центру идет контент. То есть, мы будем видеть, что происходит на экране. То есть, как наша страница будет выглядеть. Давайте сейчас выйдем снова из Elementor. То есть, чтобы выйти из редактора, вам нужно нажать вот здесь вот на меню с левой стороны и нажать на кнопку «Выйти в консоль». Теперь смотрите. Если мы сейчас снова перейдем на страницу «Все страницы», то страница главная у нас теперь помечена словом Elementor. То есть, все страницы, которые вы хотя бы раз открыли в Elementor, они будут у вас помечены Elementor. То есть, они редактируются в Elementor. И теперь, наведя мышку на главную, вы можете сразу же перейти в редактор Elementor. То есть, наводим мышку на главную. Вы хотите отредактировать эту страничку. Нажимаем «Редактировать в Elementor». Снова открывается редактор. Давайте еще раз выйдем. И теперь смотрите. Если мы эту страницу, которая у нас теперь помечена словом Elementor, откроем в обычном редакторе WordPress, то здесь вы теперь увидите две кнопки. Первая – вернуться к редактору WordPress и по центру «Редактировать в Elementor». То есть, вот эта кнопка у нас переместилась в центральную часть вместо редактора WordPress. Теперь смотрите, что нельзя делать. Если вы начали редактировать страницу в Elementor, уже что-то там создали, и если вы кликните на кнопку «Вернуться к редактору в Elementor», у вас даже всплывет вот такая вот подсказка, предупреждение, что если вы сейчас вернетесь к дефолтному WordPress редактору, ваш дизайн и все-все настройки, которые вы делали в редакторе Elementor, исчезнут, сломаются. Поэтому смотрите, если вы уже решили создавать в Elementor, вам уже редактор WordPress не нужен. Вот на эту кнопку только в крайнем случае, если вы хотите полностью удалить весь контент, который вы создали в Elementor, и все как бы пересоздать в обычном редакторе WordPress. Еще раз давайте перейдем на страницу «Все страницы» и посмотрим, как у нас устроен этот же редактор в записях. То есть у нас активирован он еще в записях. Итак, переходим в запись, все записи. Итак, когда мы нажимаем на кнопку «Добавить новую», то у нас такая же кнопка «Редактировать в Elementor». То есть вы можете запись тоже создать в Elementor. Но я говорила уже в предыдущем видео, что я не рекомендую это делать, потому что гораздо проще запись создать все-таки в классическом редакторе WordPress. Но если есть такая необходимость, вы можете ею воспользоваться. Все то же самое, как и на страницах. Если вы создаете страницу в Elementor, то во всех записях эта запись будет отмечена словом «Элементр», и ее нужно будет редактировать в Elementor, не переходя на классический редактор. Иначе контент, созданный в Elementor, вы потеряете. Точнее, контент будет, тексты, все будет. Но вот красота, которую вы создадите в Elementor, иконки, картинки, все это пропадет. И вот расположение тоже сломается.